Из полугодовой служебной командировки, которая проходила в Каспийске, вернулся сводный отряд югорской полиции. На железнодорожном вокзале Сургута «Стражи порядка» встречали руководители, сослуживцы, близкие и наша съемочная группа. Доварищ полковник, личный состав оперативной группы сводного отряда полиции по городу Каспийску прибыл в полном составе 117 человек. В Каспийске югорские полицейские несли службу на протяжении полугода. Ребята говорят, что нелегко было все-таки 6 месяцев вдали от семьи и близких. Это тяжеловато. Командировка прошла хорошо, все задачи были выполнены, командировка без потери прошла, то есть справились с поставленными задачами, все нормально. Задача охраны общественного порядка в городе Каспийске и работа на посту на КПП. Хорошо прошло все, спокойно, тихо, удачно. Ничего не было, все было спокойно и благополучно все прошло. Полицейские лукавят. За время службы сводным отрядом югорской полиции было раскрыто множество преступлений, среди которых незаконное хранение оружия, наркотических веществ. Естественно, были задержания. Из рассказов, что ребят и с оружием задерживали, и с наркотиками задерживали, и машины в угонах находились. Регион сложный, вы сами знаете, что достаточно много работы там. Ну а разница между службой в Сургуте и Каспийске, признаются полицейские, есть. Разница есть, ощутимая, в принципе, там в бронежилетах всегда с автоматами. В броне, ну как бы тяжеловато, но потом привыкаешь. Между тем, такая длительная командировка серьезный опыт. Об этом знают и сами сотрудники, которые могут отправиться в столь длительный выезд только по собственному желанию. И только после целого комплекса различных проверок и тестов. Командировка – это серьезный жизненный опыт, безусловно, в первую очередь. Это жизненный опыт, это большой служебный опыт на всю жизнь, который остается. Серьезная закалка, и сотрудники, которые у нас побывали в командировке, у них отношение к службе и к жизни несколько иное, качественнее, гораздо качественнее. Неделю назад в Каспийск отправился другой сводный отряд югорских полицейских. Они вернутся домой уже в следующем, в 2015 году. Родные их ждут целыми и невредимыми. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Пять звезд.